При съемках фильма нужно множество приспособлений, но это оборудование вы должны иметь в обязательном порядке. Камера. Без нее это будет как радио. Вот куда приходит за камерами Голливуд. Это кинокамера Панавижн. Хотя нет, это еще не камера, но она ею будет. Когда вы делаете фильм, вы пользуетесь Панавижн. Эти парни делают камеры, а эти камеры делают фильмы. Мы собираемся узнать, как этот магниевый блок превращается в лучшую камеру в мире. Это наш гид Фил, он является лицом Панавижн во всем мире. Но сегодня он будет моим гидом на площади 14 тысяч квадратных метров. Здесь Панавижн проектирует, производит и проверяет камеры, при помощи которых снимаются тысячи голливудских фильмов и телешоу. Вот где делаются эти крутые штуки. Да, это происходит здесь. Если у вас есть камера, скорее всего она цифровая, на них снимается все это дурацкое, заразное видео. Как вы посмели смеяться над Джар-Джар Бинкс? Точно, цифровая. Но большинство голливудских фильмов снимается на пленку. Панавижн производит оба типа камер. Панавлекс – наиболее часто используемая камера в киноиндустрии. А Дженезис – это скверный цифровой мальчик. Это место, как временной тоннель, по которому можно путешествовать из прошлого в будущее. Эта камера – важная веха в истории кино. Из нее вышло все остальное. На эту камеру снимался принц Аравийский. Когда режиссер Дэвид Линза хотел снять призрачные волны, окружающие таинственного погонщика верблюдов, он заказал у Панавижн специальные линзы. И мы разработали эти линзы. Они были сделаны для одной съемки и с тех пор ни разу не использовались. Вот они, эти линзы. Вы шутите? Всего один раз. От специальных линз для пустыни до камер, снимающих в воде. Панавижн постоянно обновляет свой арсенал, предоставляя создателям фильмов все, что им нужно. Например, можно уменьшить этого большого парня. Вы видите звукоизолирующий блок. Это большое устройство в основном предназначено для звукоизоляции. Это не камера. Камера внутри, так ведь? Да, если вы посмотрите внутрь, вы увидите движение камеры. Это и есть камера. Если до микрофона доносится звук мотора, это заглушает диалог. Решение состояло в увеличении размера камеры, однако оно создало еще одну проблему. Такая камера никогда не поместится в машине. Такую камеру не поставишь внутри тесной ванны или в любом другом ограниченном пространстве. Встречайте парня, решившего эту проблему. Эл и его помощник. Они спроектировали и собрали камеру на несколько десятилетий вперед. У вас ведь огромное число патентов. У кого больше? Надеюсь, у меня. Расскажите мне об этой камере, которая произвела революцию в кинопроизводстве. Хорошо. Была задача сделать нечто среднее между студийной камерой и камерой, у которой небольшой вес и которую можно поставить на плечо. Ключевой момент в уменьшении размеров камеры состоял в создании внутреннего механического устройства, которое не производило бы шума. Следовало отказаться от массивного звукоизолирующего бокса. У Эйла и его команды ушло 4 года на создание камеры, которая весила 11 килограммов и была достаточно тихой, чтобы не заглушать записываемый звук. Эта камера – Panaflex. И первым, кто ее использовал, был мистер Спилберг. Тогда он был еще молодым режиссером, а было это в 1974 году. Если вы хотите знать, почему создатели лучших голливудских фильмов пользовались услугами Panavision, стоит пойти сначала. Panavision производит все элементы своих камер, начиная со стекол и линз. Я нахожусь в механическом цехе, и здесь я достал эти крутые очки. Мне нравятся эти очки, они очень стильные. Итак, вы начинаете с прочного магниевого блока и делаете кожух для камеры. В кожухе есть механические компоненты, которые соединяются внутри с камерой. Как вы помещаете это внутрь кожуха? При помощи волшебства. Это одно из чудес Стива. Оно называется CNC-машина, контролируемое компьютером устройство, которое может придавать этому блоку нужную форму. Первые операции достаточно простые, они приводят материал в нужный вид. По мере продвижения вперед, мы должны действовать более осторожно. Это занимает 11 проходов и 20 часов. Заключительный проход требует точности в тысячные доли сантиметра. Выглядит так, будто что-то сочится. Так и есть эта смазка. Заготовка не должна сильно нагреваться. Магний легко воспламеняется. Если он разогреется больше, чем надо, он может деформироваться или расплавиться. Почему же используют именно его? Потому что он супердолговечный, легко обрабатывается на станке, и на третье легче алюминия. Поэтому идет борьба за то, чтобы получить такую суперлегкую камеру, какая-то. Какая легкая. Примерно полкилограмма. 93% механизмов внутри. Отлично. Но это еще не все. В такой игрушке более 600 компонентов. Это Юрген, мастер сбора головоломок. Он знает, как собрать вместе все эти маленькие детали. Первое, что вставляется в камеру, это электроника. Здесь все должно быть гибко. После этого мы приступаем к механике. Это должно быть ужасно. Мы собираемся залезть в кишки и камеры. В искусстве кино настало время традиционного 30-секундного курса разрушения. Это 30 секунд заправленных знаниями. Сегодняшняя тема, как работает кинокамера. Это счастливый, еще не снятый фильм, вставленный в бобину. Ассистент оператора вставляет его в камеру. Система транспортировки отправляет его в путь из отверстий, колесиков и бородок. Он бродит по устройству, пока не попадет между двумя металлическими пластинами, называемыми диафрагмой. Каждый кадр фильма проходит через диафрагму. Дверца под названием затвор открывается, пропуская свет через линзы и засвечивая кадр. После этого движение продолжается. Пока затвор движется, съемка останавливается. И так происходит 24 раза за секунду. 24 засвечивания. 24 засвечивания. Хорошо. Тогда почему во время просмотра мы видим гладкое движение вместо ряда застывших кадров? Задайте вопрос умному человеку. Сегодня в роли умного человека выступает Стивен Нусиновиц, доцент Глазного института имени Жюля Стайна. Область, в которой я работаю, называется физиология сетчатки. Можно сказать, что я живу внутри глазного яблока. Бета-феномен заключается в иллюзии непрерывного движения, тогда как на самом деле мы видим последовательность кадров с изображенными на них объектами. Фильмы представляют собой последовательность неподвижных изображений. Когда нам представляют серию таких картинок, мы видим движения. Наша визуальная система не способна отделить кадры один от другого и разложить их по времени появления. То, что нам представляется непрерывным движением, на самом деле только кажущееся непрерывное движение. Этого не происходит на самом деле, это иллюзия. Я впечатлен. Итак, кадр получается, когда в момент фиксирования рамки происходит засвечивание. В момент съемки затвор проходит через рамку, он совершает непрерывное движение. Так? Именно так. А затем открывается для следующего кадра. В момент открывания затвора регистрирующие иглы фиксируют кадр. Очень важно, чтобы в момент засвечивания все происходило правильно. Погрешность составляет десятитысячные доли миллиметра. Если эта погрешность не соблюдается, нормальный фильм не получится. В этом случае у вас будет неустойчивое изображение. Потому что отверстия, которые вы видите на поверхности кинопленки, не того размера, а они должны идеально подходить по размеру. Все это делается вручную. Правда? Все, что здесь есть. А почему? Необходима аккуратность. Такое редко услышишь. За аккуратность и точность отвечают люди. Это замечательно. Да, в конце всего человеческий фактор. Это нельзя доверить машине. Смотрите далее. Вернувшись, мы займемся фирменными линзами Пана Вижн. Вы используете волшебство? Нет. Это выглядит так. А еще мы узнаем, как выглядит будущее киноиндустрии. Я нахожусь в самом сердце Пана Вижн, куда Голливуд приходит за своими камерами. Если вы видели один из этих фильмов, вы видели, на что способны эти парни и как они это делают. Теперь мы знаем, как работает камера. Неплохая штуковина, правда? Теперь настало время встретиться с глазами камеры. Ну, это время встретить камеры. Линзами. Пана Вижн создала более 4 тысяч видов линз. Рядом со мной Рик Гелбарт. Рик, вы можете привести наши мысли в порядок? Отложите это. Просто скажите мне, что такое линза? Если просто линза формирует вид объекта в плоскости изображения. Вы используете волшебство? Нет. Это выглядит так и засасывается в камеру. Здесь используется стекло. Образ формируется при прохождении света через стекло. Стекло искажает свет. Искажение не должно быть сильным, иначе не получится хорошее изображение. Мое изображение засасывается в камеру. Да. Линза преломляет свет, который отражается от меня, и переносит его в камеру. А затем фокусируется непосредственно в плоскость изображения. Рик говорит, что при прохождении через линзу имеет значение размер. Фокусное расстояние – это число, которое говорит вам, насколько широким должен быть угол обзора. Фокусное расстояние – если вы спросите себя, что это за ерунда, вы будете не одиноки. Когда параллельные излучи света проходят через линзу, они искривляются и сходятся в точке фокуса. Расстояние от середины линзы до точки фокуса – это и есть фокусное расстояние. Что это означает в реальном мире? Все просто. Чем больше число, тем больше видно слева и справа от меня, находящегося по центру кадра. Сейчас наш оператор использует широкий угол обзора. Если он переключится на длинную линзу, вы будете меньше видеть по бокам от меня. Длинные линзы сжимают задний план, и можно сделать так, будто субъект находится в опасности, хотя на самом деле источник угрозы в нескольких метрах от него. Видели? Широкий угол обзора делает мою задницу большой. После того, как вы выбрали фокусное расстояние, вы должны определиться с диафрагмой. Диафрагма контролирует процесс засвечивания. Если света попадает слишком много, я должен остановить съемку, иначе в плоскости изображения все будет белого цвета. Поэтому я должен установить маленькую диафрагму. Хорошо, значит, контролируя диафрагму, мы делаем примерно то же, что делает наш зрачок. Расширяется или сужается? Именно так. Существуют механические аналоги нашего глаза. Я знаю эксперта по глазам. Мы уже с ним общались. Это профессор Стив Нусиновец. Это модель человеческого глаза. Он представляет собой шар с небольшим отверстием впереди, через которое свет проникает внутрь глазного яблока. Когда становится темно, зрачок расширяется, как в японской анимации, чтобы впустить больше света. То же самое происходит с линзой. Важнейшая структура глаза — хрусталик. Эта линза используется, чтобы сфокусировать свет на заднюю поверхность глазного яблока, называемую сетчаткой. Используя принцип сетчатки в кино, мы получаем анатомию камеры. Используя последние разработки в компьютерном моделировании, Panavision сам разрабатывает и производит свои камеры. Нам приходится разрабатывать сложное оборудование для съемок. Оно очень дорогостоящее, и в этой работе принимают участие наши заказчики. Такое оборудование должно работать идеально. Хорошо это я понял. Камеры Panavision просто гениальны, но как компания представляет будущее кинематографа в цифровую эру? К счастью, мне удалось пообщаться с обладателем Оскара Дином Сэммлером. Он использует камеры обоих типов. Босс Panavision Фил Радин представил меня. Дин — это нард. Рад познакомиться с вами, я тоже. Дин Сэммлер использовал камеры Panavision, когда выиграл Оскар за лучшую кинематографию за фильм «Танцы с волками». А вот фильм Элла Гибсона «Апокалипто» он снимал, используя цифровую камеру «Дженезис». Сегодня он использует ее для пробных съемок волос и макияжа со своими любимыми моделями. Вы перешли с традиционных камер на цифровые камеры «Дженезис». Не расскажите мне об этом? Да, я использовал и то, и то я по-прежнему снимаю в фильме. Последний в прошлом году. У меня пять картин с «Дженезисом». Мне нравится работать с ним. А в чем разница? Вы увидите ее через минуту, если позволите мне показать. Давайте посмотрим. Итак, это «Дженезис», цифровая камера Panavision. Можно мне попасть внутрь? Конечно, это действительно «Дженезис». Как видите, внешне она не сильно отличается от обычной кинокамеры. У нее есть окуляр, у нее есть корпус. Вы хотите посмотреть, как выглядит фильм изнутри? Да. Кроме того, здесь много оборудования. Линзы точно такие же, какие мы используем в обычной камере. Фокус такой же, аксессуары такие же. Та же глубина резкости. Все абсолютно одинаково. Не хватает большой кассеты наверху. Из-за этого она намного легче. Готов поспорить. И с ней можно дольше работать. На кассету для обычной камеры можно снять 11 минут или 300 метров пленки. Запоминающее устройство «Дженезиса» позволяет снимать 40 минут. А вам приходится использовать другое освещение по сравнению с обычной камерой? Нет практически такое же. Бывает, что с «Дженезисом» используешь намного меньше света, когда снимаешь ночные улицы, интерьеры, заводы, изнутри, большие здания. Почему так? Я могу показать это изнутри. Пройдемте на минутку под тент. Он сказал, пройдемте под тент. Когда парень, снимавший воин дороги, приглашает вас в свой тент, надо идти. Вот это обстановка. Скажите, а что вы здесь делаете? Вот что показывает камера. Она берет сырое изображение и преобразует его. Она точно имитирует пленочное изображение. И вы вот здесь, под этим волшебным тентом, на вашем мониторе видите то же самое, что видят зрители в местном кинотеатре? Именно так. Это уже не съемочный материал. Все происходит немедленно. Звучит совершенно по-идиотски. Эти парни подумают еще, что я полный кретин. Мел Гибсон пользовался этим, когда снимал «Апокалипто». Невероятно. Днем мы снимали, затем в проекционном трейлере смотрели снятый материал и шли домой счастливы, потому что весь день работа был там. Тент можно установить в лесу под дождем, в джунглях, везде. Мы делали это много раз. Можно снимать в любое время дня и ночи. Сейчас мы поменяем свет, мы собираемся отказаться от этих ламп. Теперь их нет. Еще темнее. Сейчас я немного поменяю диафрагму на этих линзах. Немного открою. Да, вот они. Это уже экстремально, но мы пойдем еще дальше, правда? А что исчезло? Сколько ламп погасили? Отлично, спасибо, Джимми. Еще один дубль. Снимая обычные камеры при малом освещении, мы получим зернистую картинку, но у Дженезис есть сенсорная плата, которая сохраняет качество изображения без потери качества. Как видите, изображение хорошее. Черное осталось черным. Это правда, и вы использовали это, снимая в темноте сцены из апокалипта? Точно. Мы снимали только при свете огня, никаких приспособлений. Когда такие сцены снимают обычные камеры, в камнях вокруг огня прячут маленькие лампы. И вы ни разу не поступали так во время съемок? Нет. Как видите, света немного. Да, здесь почти ничего нет. Разве можно представить, что с обычной камерой можно использовать так мало света? Никогда. Когда мы в Мексике отсматривали снятый материал, и я выходил из проекционного трейлера, мне нужно было время, чтобы прийти в себя. Это было очень эмоционально. Мы побывали в таких удивительных местах, я бы никогда не попал туда, если бы не имел отношения к кинематографу. А вот почему его назвали «Дженезис». Технологии – это здорово. Ты прав. Дин, большое спасибо. Было приятно поговорить с вами. Станет ли «Дженезис» могильщиком кинематографа? За цифровыми камерами скорость и удобство, а на стороне ветерана – 100-летний опыт. Перед тем, как поехать в Вегас и спустить деньги, я поговорил с президентом Панавижен, Бобом Бейчером. Сегодня я видел классную аппаратуру. Каким технологиям отдает предпочтение Панавижен, и каким будет отдавать в будущем? Сейчас мы активно занимаемся фантомной камерой. Это камера высокого разрешения с супервысокой скоростью, которая делает тысячу кадров в секунду с полным разрешением. А нормальная камера дает 24 кадра. 24. Тысяча кадров в минуту. Это полезно для суперзамедленного повтора. Очень драматично, особенно с хорошей музыкой. Получается, на сегодня есть только одна вещь, которую не умеет делать цифровая камера. В условиях развивающейся индустрии и наступления цифровых технологий вы можете представить безленточный Голливуд. Я полагаю, существует несколько вариантов ответов на ваш вопрос. Один из таких вариантов – эмоциональный. Я бы мог сказать так, надеюсь, что нет, потому что фильмы несут в себе эстетический заряд, и мне бы не хотелось, чтобы они отошли в прошлое. Для обычных или цифровых фильмов главное – это классная картинка и игра хороших актеров. А здесь еще есть, за что ухватиться. Да. Я собираюсь поиграть с новой игрушкой. Пришло время моего шедевра. Орсон Уэллс. Можешь съесть свое сердце.